Чего? Что, бардак решил показать? У кого самый грязный номер в мире? Это у нас. Почему грязный? А мне рассказывай, что нам переселиться. Да нет, мы это все сейчас поведаем. Мы потом отдельно расскажем. Это утром. Да, забыл все. С добрым утром. Дима, сначала кровать забрал, потом добрым утром. Скажи добрым утром. Добрый утром. В какой кровати мы идем есть? Да, я выйду. И ты идешь нести. Я иду иди не бросить рубашку. Вот такой вот у нас номер. Не особо изящный, но... Мы потом расскажем, почему мы забронировали одну же ее, выехали из него, никто нам денег не вернул, и пришлось нам по соседству еще другой номер снимать. Вот так у нас в городе Тольятти работают типа туропер. Ну, заберем карту, там что электричество выключается. Вот, мы очень залезли на высокий этаж. Так-то он не высокий, но спускаться как будто со скалой. Вот такая лестница. Короче, я люблю где в Крыму. Да, я люблю где в Крыму. И я не знаю, что это было. Вам еще не страшно, да? А завтра в тушке? Ну, я покажу меню. А пройдешь теперь? Да, нормально. А туражная картина такая. А не целом хорошенький. Да. Вот так. А пока спускался, я забыл как-то. Ахахахах. Надеюсь, не по матам будешь и не обидеться, да? Ну, познаком- 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 все. Гудяй. Ну, ладно, само скажи. Хангар. Голову, нормально. Кто голодный? Танька голодная. Ахахахахаха. Я самая голодная. Он для апельсинов-то брал. Как мясо? Это апельсинов? Да. Мандарин. Мандарин вкусный. Это мое, вот, от счастья. Какого больше? Я буду есть. Да, что? Кто хочет быть молодой и здоровой, да? Это Воронцово. Химия, но это спасет мир. Порошок смертельный. Изо всяких хлопники. Да, вот у нас вот такое заведение. Все бесплатно. Все бесплатно. Наступил второй день, как мы в Стамбуле. Мы едем в Икей, как обещали. Надеюсь, что у нас съемка получится очень красочная, информативная. Как мы это делаем любим. Татьяна Павловна. Да. Пару слов. Пару слов о чем? Ну, что вы хотите от Икей сейчас увидеть? Что вы планируете увидеть? Ну, сначала мы пойдем договариваться с Икей сервис через перевод на телефон. Чтобы мы разрешили съемку, чтобы у нас не было проблем, охрана чтобы не было. В планах, во-первых, если уже в Торце есть новогодняя коллекция, показать новогоднюю коллекцию. И очень просят. То есть это будет отдельно, не в виде вот этого влога, который мы сейчас ведем на экшн-камеру. Потом мы сделаем общий обзор магазина Икей Стамбул. Расскажем, о чем отличие от российских магазинов. Сравним. Если, конечно, есть такой ассортимент. Я думаю, ассортимент будет разница в текстиле. Да, обязательно. Потому что очень много идут из Турции. Ковры и с навески. Все. Посуда вся одинаковая. Какие-то, может быть, некоторые штучки, которых, например, нет в России. Есть в Икее. В Турции. Попробуем что-то даже прикупить. Перевезти. В Саранск. Если получится. Сделать рот окрашиваю. Если найдем что-то интересное, чтобы можно было разыграть среди подписчиков. Делаем рот окрашиваю. А еще в планах. Мы же приехали на конгресс и на день рождения компании. А я умная Маша. Очень тщательно собирала мужу чемодан. И забыла ему туфли. Так что мы сейчас еще потом посмотрим. Сделаем съемки. Там огромный торговый центр. Куча магазинов. Но придется еще, короче, тратить время и деньги покупать. Диме туфли. Ты не против? За туфлями идти или в курсовках пойдешь? Лишние педали не помешают никому. Только денег жалко. Вот что. Ну, не жалей день. Цена вопроса. Ну да. Что здесь не идет. Сейчас немножко покажем город. Он грязноват что-то. Кстати, где мы были, район. В Азии в азиатской части? Да. В азиатской части мы были. Он был райончиком. Там много чистее. Такой спальный район считается. Там люди живут. А тут я смотрю, ну... Особо не париться, да, по чистоте. Много старых уже нежилых помещений. Смотрят, полузамок даже какой-то. Ну ладно, умолчу не на что. В азии в азии в 1943 или жил Логические размышления, если у турецкого автолюбителя отнять будок и отнять возможность включать дальний свет фан, наверное, он не сможет передвигаться по городу. Все тут бибикуют, все фарами моргают. Абсолютно хаотичное движение, но, как ни странно, или, может, даже парадокс, аварийность намного меньше, чем у нас в России. Друзья, товарищи, наступил тот и торжественный день, когда вы все-таки доехали до желаемого места. Это Икея. Ребят, мы в Икея, Стамбул. Вот тогда. Сейчас мы туда пойдем. Другие запахи, я тут не выключу. Мы вам сейчас потом, еще позже покажем торговый центр. Как он называется? Форум. Форум большой такой. Очень много всевозможных магазинов. Другой. Меня вообще что поразило, турки ходят, дети, они какие-то спокойные, довольные, размеренные. Но больше всего спокойные. Не, понимаешь, я заметил такую тенденцию, что женщина более озабочена какой-то суетой. А мужики как коты. Мужик как коты. Коты. Для них главная забота это чай. Чтобы деньги. Чай не, чтобы чай не доволен. Чай всегда был полон и деньги дома. Все. Он функцию своего. Деньги принес. Дальше жена уже делает. Вот даже через решетку покажи. Такого в России нет. 1300 лир. 12. Слышно, около 14-13 тысяч. Ну, это мы сейчас и ценник расскажем, и разницу покажем. Все покажем. Все покажем. Ну, лишь бы нам Икея разрешила снять, конечно, мы еще пока не дошли до нее и разрешения не спрашивали. Парадного входа мы так в Икею не нашли. Может, он где-то и есть. Я ударился. Ну, подожди, Голи. У нас серого уже нет. Поверни. Ну, подожди, сейчас. Да, нет. Чего ты не скажешь? Главного входа, такого паспурсного, как в России, мы в Икею не нашли. Он такой невзрачный. А можно это через форум, можно по второму этажу просто через паспурс. Вот. Вот в Икею незрачно, может быть, если мы еще поищем, если найдем, то покажем. Но вот, кстати, уже первые изменения, которые не то изменения, а то того, что нету в России. Не терпится, не терпится. Вот оно. 100 лады. Они были, ребят, раньше в сером цвете, очень давно. Стоили они 599 рублей, в России сейчас 100699 рублей. Переводим в лиры. Ну, умножайте сами на 12 рублей. Я внизу подпишу, наверное, табличку с ценой. Да, то есть, ну, грубо, если на 10 рублей умножить, это будет 750 рублей и еще 12. 12. Около 800 рублей, грубо, ребят, сейчас не будем считывать каждую. То есть товар все-таки чуть-чуть подороже. У нас 700 рублей. Картина? Я не помню ее. Это ты, нет. А, у нас есть олень, но немножко другое. Ну, первые съемки у нас получились удачные. Мы уже в Икеа. Все отсняли. Мы уже в Икеа, мы уже, представь, мы уже... Да, мы уже первый обзор большой сняли. Мы уже сошли с ума, мы сейчас пошли кушать. Перерыв небольшой. Мы в шоке от Икеи Стамбульской, в хорошем смысле этого слова. Мы снимать будем прям до ночи, пока Икеа не закроется. То есть будет такой бомбический контент, много-много информации. Главное здесь найти дырку и купить Диме ботинки, потому что в кроссовках... Нафиг ботинки, пойдем в ресторан, покажем вам, что там нового. Нет, тогда на второй этаж подниматься. Ну, поднимите, сложно что ли. Ну, все, пойдем. Для этого есть эскалатор. Пойдем. Мы хотели снять, обзором сделать, да, Икеа продукты. Короче, Диме лень техника доставать, потому что мы шли кушать, пойдем. И так что это все войдет в блог. Так что кому нравится, смотрите. Шоколадки, другая упаковка. И другое название. Другое название. Что это все будет? Сахар на первом месте, углеводов до хера. Ну, такой, средний шоколад, но я такой не емужем. 15 лир. Килограмм стоит 132 лиры. И это что-то местное. Дипзо, туркищ. Какие-то сухофрукты. Да, получается финик, горчу-миндаль, финиковые в пасте и в шоколаде. Вот такие шоколадные смешинки и конфетки. Показывай, чего нет. Тоже нет. Этого нет. Ну, это сосалки, да? Да, здесь, понимаешь, вкус, революбоватый. Не ем не икеевский, это хориба. Здесь совместили... О, жвачки. Здесь совместили просто икеевский, а сетей, икеевский. Вот так я понимаю. Тебя не слышат, кто-то привыклся к микрофону двигать. Совместили икеевский ребят ассортимент с не икеевским ассортиментом. Да, сделай такой вид. Не, подожди, там вторая комната есть, якобы, да? Второе отделение магазина. Может быть, там здесь, получается, продаются турецкие товары в перемешку с икеевскими классическими товарами. Вот, пожалуйста, покажи, вот икеевский шоколад. И вот он дальше, я думаю, в киевском будет. Ну, чего ты говоришь, я тебя не слышу. Таня привыкла, что у нее радиомикрофон, и она может уйти на километр от вас. И ее все будут слышать. Кофе 50 лир, у нас стоит 399 рублей 400. То есть, здесь, получается, будет стоить... Охренеть, что кофе здесь дороже, как-то вроде бы в Турции... Турки едьте в Россию на сколько-то дешево. Да. Кстати, винище продают. Вот это винище, да? Да. Кусь. Соус. Какой-то соус. Ну, знаете... Тортики, тортики, тортики. Смотри, вот икеевские тортики, да? То есть, которые всегда продают. И дополнительно другие замороженные всевозможные... Чистки клеммонные. И все целых все демократичные, да? Ну, да. Ну, в общем, здесь, ребята... Рыбка красненькая. И рыбичка. Так, если тут рыба у них маринованная, они понимают эту штуку? Середку, что ли? А, пошел середку искать в баночках. А, кстати, вот это специй. даже яйки яйки даже продавит почему лейки у нас эти дорогие товар гоник органика в общем здесь киевских товаров мало здесь в основном и в тепле если это нет но почему ну фрикадельки есть но только фрикадельки заморозки а вот еще приготовить они весь овощные веганские местные и куриные это я не знаю что то это уже не те это лепешки заморозные вот эта рыбка и говорим точно пока у нас учтение такое что хочется увидеть не охота вернуться на желудок цел да но мы бьем специальный бат от саберин чтобы к нам не прилипла никакая инфекция мы пойдемте знакомиться с ихним ассортиментом но эта картинка это неинтересно пойдемте дальше смотреть жанки слово жанки дима подразумевает что можно пожевать потому что это вкусно вредно не всегда вредно или как говорится чтобы не поставить много и дешево вы много и дешево и дешево вот так это все начинается кстати отличительные особенно сразу бутылочка воды возьми и бутылочка Вот такой тортик я срезаю Тортик съедим? Вы любите тортики? Дима любит тортик Дима любит тортик Давай, давай Такой-такой? Дима, коричневый я хочу Вот такой? Да Расскажи что это такое? Да ума, здесь что-то помидорное А здесь зелень Давай не то же что Давай один попробуй, вдруг тебе не понравится Умель 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 Что такое? Умель 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 А мне креветки, да? Потом он сейчас сбегает за добавку Давай возьмем сразу креветки Давай поедем, а вдруг не побесится Я люблю что-то обратить и съесть Салат, будешь какой-то обратить? Если что, я к тебе отправлю Ну много народу, голод, стоять Ну возьми креветки Умель 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 По чему? Насверху Да Ну, при первом так же Будем ребрычки пробовать. Ну давай попробуем до наркобаджи, до наркобаджи, а гарнир что, овощи, рис, только по биржу, нет, с овощами, нет, да ладно там оно с рисом, нет, с риса нет, а фрилли, кто любит фрилли, рис, мы будем фрилли, сарфана, салф LO топ-100м, до страданий. Прикрите, вовы. Пока. Приятного аппетита! Давай по одной Давай, берем Все по одной Наш косик будет долгий Но это мы утром пробовали Ну возьми, на всех них Я не хочу Я попробую это И скажу разницу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть чесночку, повозьму Ты же сказал, не буду Или две порции Возьми, попробуй Не знаю, овощи Ладно, давай в туалую наливаем Гулять так гулять, помирать так весело И в туалете Мне кажется, какое-то кисломолочное Нет, ты будешь рыбу есть, мясо Давай У тебя же есть какая-нибудь таблетка волшебная Мне тогда чистоточную булочку Две штуки Тем не больше, если молочная Да Ну все равно-то такие булочки у меня Давай вот возьмем Или рога курица на утро Пожалуйста Одну квадратную булочку Ну ладно Давай тогда ехать вот эту возьмем Рогалик Тарелки надо? Нет тарелки А с чем ты будешь есть? С супом Ну я попробую хлебную Дим, он не очень Давай мы лучше на улице попробуем Ну дай мне хлебушку какого-нибудь Зачем тебе хлеба не понимаешь? Дай мне, пожалуйста, хлебу А, хорошо Это потому что Таня хлеб не ест и никому не рекомендует Вот такая у нее реакция Ложи давай Там тарелочку надо взять Ну мне надо положить Так, все, мы пошли на касты Я не знаю, кто у нас там выйдет У нас нет карты, где я помню? Жив пятачок Друзья, товарищи, мы это сделали Мы сняли Икею Мы Не все, что хотели Мы физически просто не смогли Не, мы, знаешь, забежали с таким энтузиазмом, что мы тут совершенно невозможны Нет, мы совершили Но наша физическая сила очень ограничена Но мы сделали максимум, что могли Контент как минимум у нас будет на 5 часов Видео у нас на 5 часов Но 20% обрезки 4 часа чистого контента Я думаю, Турция и Киа выйдет у нас очень хорошее видео А мы пойдем искать мне педали дальше Ботиночки, ботиночки пойдем искать Димочки А Таня себе опять ничего не купит Потому что Таня уже устала И пока мы Диме найдем ботиночки Дима будет уже злиться и говорить, что поехали, иди нафиг И вот так всегда Турки любят поесть, да? Турки любят поесть, да? Турки любят поесть, да? Турки любят поесть Со мной согласишься? Соглашусь Едят везде, всюду и всегда Даже когда мы утром были в Икеа, да? Начали съемки Толпа народа уже сидела в ресторане В ресторане было, мне кажется, численностью больше народа, чем в самой Икеа посетителей Потому что они первым делом приходят в Икеа, все раз, наверное, кушают, потом покупают, да? Менталитет такой Ну, я вообще, очень интересная нация, конечно Я впечатлял Дима ожидал худшего Он при взятом, ну, не то чтобы при взятом Есть личные такие затыки, касаемо братьев-мусульман Ничего личных, тут просто один человек наговнял хорошо И так обычно Стереотипы Да, стереотип, да Как обо всем, например, судить о сетевых, о парочке громких компаний, которые только говно делают Вот, вот, бери, там есть хорошие компании и так далее А здесь оказалось, что я не знаю английский, я не знаю турецкий, но я не знаю турецкий Пытаюсь объясняться с людьми Сейчас сходил, Дима присел, сходил в кафешку, кстати, потратил на 34,5 лиры Это что-то получается уровень 350 рублей Латтес свежесваренный со льдом в октябре, да, для нас Ну, с Димой вот такая вафелька с большими двумя шариками мороженого и вода Но вода на улице такая стоит лиру, в торговом центре в кафе стоит 3 лиры, но все равно Полтора В Икеа полтора стоит Полтора, это 3 лиры По-моему, или 2,5 лиры 2,5 лиры Сака Вот смотри, это мороженое, это шоколадный соус, вот это ванночка, это латте А вода бесплатная Нет Подожди, давай разберемся Мороженое, 2 шарика Есть Ну, вот да, либо 2,5 лиры А, вот суп и сицы Вот, скорее всего, в общем, чуть подорог А что такое 0,8% на чай, что ли, сразу? Нет, это, по-моему, налог, 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 у них так выделяется Сразу же Угу Как у нас МДС Как у нас чайка на локах добавленную стоимость Как у нас чайка на локах добавленную стоимость Вы все поняли? Я не поняла Я не поняла Я не поняла Я не поняла Друзья, вечер добрый Это кипец Мы в Икеа устали меньше, чем здесь Я же забыла Диме Туфи купили За туфли отдали 190 лир За кожу В такой небюджетный магазин Но скидки на летний опыт То есть классические мышки тюфли 190 лир Потом заскочили вот в такой магазин Ротман Если я правильно читаю, да? Честно, девчонки, не знакомых марков Может быть, вы расскажете Мне помада нужна была Она купила вот такую марку Ноты И фрайлайтер Прям большая такая банка Получается где-то по 30-20 По 29 лир, короче, каждый То есть это по 30 Что получается? По 330 лир, что ли, что ли? Ну, написано, что... А, нет, кстати, курецкая марка Ну, нанесла, вроде понравилась Что еще купили в... Как магазин? Короче, в каком-то крутом мышцком магазине Диме Мы купили рубашку с большой скидкой за 150 лир Скинула знакомые турчанки фотографии На группу прям очень дешево взяли ее Потому что у нас два дня события Дим с одной рубашкой Приехал как-то в одной никуда Купили подарки детям Младшей куклу Эльзу Хазбро То есть оригинал за... Получается тысяча рублей меньше столика Родителям купили набор От этих чайных турецких стаканов Дим потом фотографию ставит, да? Комплект из шести штук за 80 лир Девчонки с этим у нас с кем приехали Мы ездили в Айсофью Купили там шесть штук за 300 лир Мы лунные, мы пришли в торговые центры Где затариваются местные Но народа... В одном магазине... Уграс, по-моему, называется, да? Гратис Гратис, кто был в Турции, знаю То есть там европейские марки Короче, там бешеные скидки на Maybelline А то, что стоило там 30 лир Стало стоить 2 лиры Вот магазин, ну, большой на квадратов сто Он не меньше Скоро, к примеру, вот нам Ну, 150 квадратов 150 квадратов И от 75% магазин Это очередь То есть через все стеллажи Ну, да, девки хватает тоннами Прям корзинами берут этот мейль Ну, я, в общем, купила эту ноту Потому что сил уже нету Вайкики купила себе джинсы Кстати, не ожидалось Детские носки 30 лир За 5 штук Цены такие вполне адекватные Вы, конечно, не запланированы У нас опять вы через туфли А, мы хотели рассказать, что у нас случилось Почему мы переехали, да? Почему мы переехали? Почему мы в отель-то другой В гостиничку другую переехали? В общем Мы же прилетели с командой Самары Мы же прилетели с командой Самары И хотели, вроде как, сделать как лучше Обратились они к туроператору Она забронировала Забронировал, короче, типа туроператора Жилье на букинге И авиарейс Хотя там, на самом деле, вообще, не понял За что мы заработали деньги Была договоренность, что у нас будет трансфер Туда и обратно В отель из отеля Завтрак Ну, завтрак такой, честно, средненький Сыр, оливки, омлет, чай Ну, есть можно жить Ну, да, то есть, ну, прям, минимум-минимум И, короче, туроператор даже не посмотрел Она просто взяла списки А среди нас две семейных пары Одна пожилая семейная пара, а другая мы И нам нужно было заселиться То есть нам с Димой, с двумя девочками Ну, вот, здесь с одной стороны Вроде, вот, Дима, что ты выпендриваешься А с другой Димой говорит И что я в туалет в чем должен ходить? В брюках спать? То есть перед чужими бабами в трусах И просто неприлично ходить Не знаю, у нас как-то не принято даже перед родителями Хотя бы штаны какие-то домашние одели А мы когда приехали вчера Утром мы приехали в 6 утра И, во-первых, нас трансфер не встретил Туалет, туроператор неправильное время передал В общем, туроператор не был на связи с нами Мы когда, то есть она знала, что мы прилетим Она не созвонилась с отелем Что там, мои прилетели, стоят там-то Нет, связи не было Она, пожалуйста, звоните туда Мы звоним в отель, они говорят А все, за вами уже приезжали Короче, вас не встретили, вас не нашли Мы взяли трансфер Около 100 долларов за всех отдали То есть, опять, ну, блин, сумма не сильно большая Там, на толку народу Но, тем не менее, лишний нервотребка, беготня Обратно нас уже не ведут, трансфера нет Хотя там, оператор уверяла А встать вообще весело получилось То есть, мы когда узнали, что... Ну, мы узнали этот понедельник Все, сейчас пятница Что у нас, оказывается, 4-местный номер Причем с двумя возрастными дамами Которых мы ни разу в глаза не видели Ни Дима, ни я Я звоню туроператору, говорю, что за хрень? Ну, вот ваши так списки подали, говорю, а почему вы ее посмотрели? Ладно, мы со всем разберемся, окей, разбирайтесь Потом она вечера перезванивает Хотя на букинге, короче, в этом отеле Нужно было доплатить немного денег В районе трех тысяч и переселиться в другой номер Я говорю, давайте я сама с ними служусь Ой, не надо, не надо, я вам все сделаю Она мне звонит, Татьяна с ними договорилась Номер под вас будет, ну, вроде, чтобы там не перегонять деньги Дешевле будет на месте, да? Вот такой разговор при Диме был На громкой связи Все, мы согласились, приехали вчера мало того, что Возмущены, что нас не встретили С этим разобрались, нас всех закинули в один номер И мы уехали шляться по Стамбулу Со знакомыми встречаться Приезжаем по брату, нам говорят Да, все готово заселять все Гордастов, местный номер нет, весельцы с двумя девочками А спальни места, ребята, то есть такие кровать Полуживое кресло, полуживой диван То есть на фотках там все хорошо А фактически, блин, на трущобы, трущобы, то есть хостел Пипец! Мы в истерике оба Гостиница говорит, что с ними никто не связывался Вообще ничего не говорил Они не в курсе, у нас в герцеписке все А деньги у гостиницы, у этой, у хостела на букинге То есть пока мы не выедем, не подтвердим Они деньги не получат И пришлось нам, короче, переселяться в другую гостиницу рядом Мы доплатили еще тысячу лир, чтобы въехать в такой вот Стремный двухместный номер Это прям реально, то есть кровать Даже там ничего нету Кровать, душ, туалет, полотенство По утрам сходила, взяла От гостиницы это закрывается Очень похоже на... Мы видели что-нибудь, как мы спускались по ступенькам Очень похоже на рейлинги в Крыму В Краснодарском крае и дешевые В общем, у нас такие сплошные Незапланированные расходы с этой поездки Даже элементарно, да, Дим, твои туфли, которые не должны были покупаться Они остались дома Вот с таким мы виселием Туроператор находится в Самаре А кому интересно, скину контакты, названия компании Чтобы вы с ними не связывались Потому что когда я ей вчера голосовым с возмущением и говорила Она начала на меня наезжать, что она подаст в полицию и так далее Что она свои обязанности выбрала Вот, ребят, мы просто первый раз столкнулись с оператором Да, никаких не было проблем А здесь, мне вот интересно, за что они деньги взяли с нас Забронировали нам не дешевые билеты Туртышей аэрлайн То есть можно было аэрофлотом, улететь это дешевле Простите, я не пью, нас поили на борту вино Нам не нужно было Перелет 3 часа, ночью сидеть, жрать Потом все вышли с тяжестью Туда неплохо, но не особо Пилот, конечно, охрененный В этом плане, вот, может быть, я не знаю Мы летали аэрофлотом Подняла, пустила, даже ушах Ушах не закладываю В общем, мы с приключениями В Стамбуле мы довольны Нам вчера, конечно, Наталья, знакомая из Мордовии Которая здесь живет замужем Скрасила все вот эти косяки Утюгом прошла Утюгом прошла, да То есть мы обратно возвращаемся с чемоданом Агроматным Пьер Харден, везем ее маме этот чемодан С подарками Она свозила к своим друзьям У них видный ресторан, мы ели ребят рыбу Она прямо вот только пойманная Мы же показывали это, да То есть вот эта эмоция И вот тут, а сегодня, короче, девчонки Наши уехали в Аэссо, в Аэссо, в Аэссо Мы поехали снимать Икею И потом они подходят К менеджерам по поводу трансфера Что мы там вот во сколько уехать, что как Менеджер бит, у вас нет трансфера А группа в Вайбере создана с этим туроператором И туроператор стали наезжать Все культурно начали наезжать на нее Что там, Марина, вы неправильно поступаете Вы должны хотя бы процент свой вернуть Да, что вы не выполнили То есть в шоке от этой переписки От ее вообще, как она отвечает Я ей пожелала всего доброго Сказала, что я думаю, со мной любой согласится Что каждый должен выполнять свою работу Так как ты хочешь относиться к людям Так как ты хочешь относиться к тебе И один клиент недовольный Довольный приведет троих Один недовольный уведет третий Мы это уже проходили 30 умножить 15 минус 450 клиентов с херовой репутации там еще не говорим кто то посмотрим как она себя поведет дальше может быть опубликуем и еще мы не получили от нее документов никаких что они нам через турагентство бронировали муки то есть вы только получили документы на авиаперелет все вот с такими приключениями приехали в стамбул теперь понимаем что нужно делать либо через знакомых да вот это все что точно все проверено либо я даже не знаю как чтобы ребята посоветуйте кто часто летает таким образом делайте чтобы не попасться на такую херрь у меня все в следующий раз мы поедем уже сами сами и сами будем организовывать свою себя так я пойду узнаю мы ждем пить надо тебя дождать синенькими штучками моргать я чувствую и 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 Субтитры сделал DimaTorzok